Эпидемиологическая ситуация по коре в регионе по-прежнему нестабильна. Сейчас в стационаре получают лечение около 80 пациентов. Из них 80% дети и более половины малыши до одного года. Обострять ситуацию по коре также рост случаев с пневмонией, бронхитом и конъективитом. Таншулпана Монтаева 10 дней назад заболела коре. Первые симптомы были связаны с лихорадкой и головной болью. В больнице женщина пробыла в течение недели. После выписки и возвращения домой лихорадкой дальнейшее осложнение здоровья появились у ее детей. В итоге они оказались в больнице. Сейчас они получают лечение. При этом у привитых заболеваний протекает легко. У моих детей все началось с небольшой температуры. Но в общем болезнь проходила посложнее, чем у меня. У меня легче. Думаю, из-за прививки. Я успела привиться, а у детей не успела. Коре очень серьезно, быстро распространяющаяся вирусная инфекция. Прямого лечения от этого заболевания не существует. Только вакцинация может предотвратить осложнение, говорят эпидемиологи. В плановом порядке дети получают прививки в возрасте 1,6 лет. В связи с осложнениями эпидситуаций в области с 1 ноября проводится работа по введению дополнительной вакцинации. На сегодняшний день вакцинировано 15800 мангостаутцев. Проблема является отказ от вакцинации. Родители с неправильными представлениями о вакцинации портят будущее своих детей и препятствуют своевременной прививке. Все, кто заболел, не были охвачены своевременно плановой вакцинацией или отказались от нее. У нас есть дети, которые также проходят лечение в отделении интенсивной терапии. К сожалению, впоследствии после кори навсегда останутся у человека. Все уже понимают, происходит пагубное поражение органов. На сегодняшний день в больнице проходят лечение 15 детей. Врачи отмечают, если температура тела поднимается до 39-40 градусов, становится трудно дышать и желание пить воду не возникает, необходимо обратиться за медпомощью. Повышается температура тела, ребенок начинает чихать, закладывает и течет нос. Возникает сухой кашель, болит горло. Рядом с зубами появляются шишки. Период длится три дня. Распространяется сыпь на шею, на спину, на третий день, на пальцы ног. При чихании, кашле, невакцинированные дети и дети с ослабленным иммунитетом имеют стопроцентный эффект заражения. В регионе есть необходимое количество доз вакцины. По словам эпидемиологов, препараты отправляются в города и районы. Вакцина защитит человека не только от кори, но и других заболеваний, уточняют медики. Ажен Сабитлаз, Неджан Спандиар, Дидар. Ажен Сабитлаз, Неджан Спандиар.